Все, кому нравится праздник Благодарения, скажем громко «Слава Господу!» Вы знаете, праздники, как сегодня было сказано, они устрояются и прилагаются много усилий. Если сейчас хозяек спросить, сколько усилий прилагается для того, чтобы устроить Thanksgiving или Christmas или какой-то день рождения, они уже планируют задолго до того события, которое должно случиться, где нужно купить, что нужно сделать, куда поехать, сколько времени это требуется, сколько подготовки. Правда, чувствуется такой как бы предпраздничный настрой. Есть праздник, а вот предпраздничный. Один человек собирался на собрание, и значит в тот день ему он спешил, нужно было погладить штаны. Жена гладила, и там дети отвлекли, ну утюг так поставили, а штаны были новые, еще ни разу не одевал, он с таким ожиданием, как увидела, там дырка больше утюга. И прежде чем что-то вырвалось, он вдруг подумал и говорит, «Слава Господу, что там моей ноги не было». И вот иногда есть люди так, знаете, ну вот берется где-то у человека, он всем доволен, всем доволен. Вчера мы были в таком кругу семейном, и мне рассказали, что есть будто бы такая программа или акция в Америке, где тайна, undercover, значит это босс большой компании, он приходит в свою же компанию, и его типа нанимают на работу, там или убирать в отеле, или тракистом, и так дальше, и тому подобное. И значит он приходит, и как один из рабочих слушает, что же эти работники говорят за компанию, и так дальше. Я не знаю, я не видел эту программу, не знаю, поэтому может быть я чуть не в точности говорю. Но в общем там есть, встречаются разные люди, одни конечно, они этого босса и всю компанию, на чем свет стоит, другие, и мне это понравилось, будто бы какой-то русский человек, тракист, он всем был доволен, ему подсадили вот этого босса, а он всем доволен, тот его уже заводит, и так, и всяк, а он благодарит и за Америку, и за то, что приехал сюда, 50 долларов было, а теперь вот так, вот так, и так. Ну и в итоге этот босс будто бы ему подарил франчайз, там 7-11, я не помню, что точно, но будто бы это правда. Вы знаете, вот поучиться бы у людей, которые благодарны, благодарны, и мы всех конечно призываем, давайте будем благодарны, и так, и так, а Библия, она очень четко дает нам рецепт или совет о том, как же быть благодарными. Любимое мое место, Евреям 11 глава, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Скажем аминь, братья и сестры, это Слово Божие. Что здесь говорится? Говорится очень просто, что если человек приходит к Господу и верит, что ему Бог воздает, то этот человек угождает Господом. А Тимофей добавляет, вернее Павел пишет, Тимофей добавляет, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И вот послушайте, человек, который верит Господу, и он знает, что это Господь благословляет его, что это Господь ему воздает, такой человек, он будет благодарным. И наоборот, если человек благодарный, значит это человек верующий. Если человек верующий, значит это человек благодарный. А теперь зададим каждый вопрос сам себе, благодарный я или нет? Потому что если я благодарный, то я и верующий, а если неблагодарный, то нужно менять свою жизнь. Друзья, очень просто, я бы хотел так сказать, может быть это и в Библии такого не написано, но представьте, что допустим, вот мы смотрим на это красивое творение рук человеческих, украшения, вот все эти прекрасные плоды, изделия, и вдруг говорят, что вот это все принадлежит вам. Вот кто-то из вас лично, да, это все ваше. Как вы будете благодарны или нет? Ну может быть там не за все, да, не все все любят, ну так, но за это будем благодарны, да, за все это будем благодарны. И потом вы хотите сказать, а кому же сказать спасибо, кого благодарить? Ну и такого не бывает, но представьте, что вам скажут, это надо написать открытку Санта-Клаусу, поблагодарить его, это от него все. Ну мы даже знаем, мы же люди верующие, что такого не бывает, дети не слушайте, да, вот такого не бывает, но мы скажем, ну в чем вопрос, какой Санта-Клаус, ну хотя бы человек, такого не бывает. Мы, когда мы хотим поблагодарить кого-то, мы верим, что этот человек нам сделал подарок, точно так же с Господом. Если мы верим, что он есть, что он ищущим нам воздает, мы будем ему благодарны. Если мы не верим, мы и не будем благодарны. Поэтому, конечно, хорошо призывать, давайте будем благодарными, давайте будем людьми верующими, и тогда благодарность будет искренне от всего сердца. Пусть Бог благословит нас. Аминь.